Бывают ли у вас такие моменты, что ну столько всего накопилось внутри, что вы еле сдерживаете слезы, сжимаете кулаки, и вынести это уже просто невозможно. И прямо сейчас хочется все это кому-то рассказать и поделиться. Кажется, что вас просто разорвет, если это не произойдет. Вы напоминаете себе кипящий котел эмоций, и что еще немного, и просто сорвет крышку. Вы думаете, с кем мне поговорить и облегчить душу, но ловите себя на мысли, что вам стыдно или не хочется делиться ни с кем, и вы не уверены, поймет ли вас подруга, близкий человек, или вы заранее знаете, что они вам скажут, и это злит еще больше. Мысль обнажить свою душу, открыть перед другим свои истинные чувства, кажется непереносимой, да и правда о себе кажется такой болезненной и некрасивой, что в итоге вы решаете все это носить внутри. Вы боитесь, что об этом кто-то узнает, и продолжаете вариться в этом водовороте чувств, не видите, как можно справиться с ситуацией. Много лет назад я также не могла никому рассказать, что у меня внутри. Боялась, что мама и подруги не поймут. Друзья скажут, забей, все классно, расслабься. Ну, о психологах я даже не думала. Но мне было очень плохо. Я больше не могла носить все в себе и не знала, что делать. Когда напряжение достигло пика, ко мне совершенно спонтанно пришла идея просто рассказать все, что у меня внутри, самой себе. Я взяла свой обычный фотоаппарат-мыльницу с функцией видеозаписи и нажала кнопку. Я сидела одна в пустой квартире и начала несмело и с трудом рассказывать все, что у меня на душе, что тревожит, что доставляет боль. У меня полились слезы, тушь потекла. Я не останавливалась и продолжала. И мои слезы перешли в рыдание и всхлипывание. Я говорила, все не та я. И за что виню себя? И на кого, и за что я злюсь? И почему мне стыдно? И как мне плохо? И как все это несправедливо? И как мне страшно и одиноко? Я задавала свои важные вопросы кому-то невидимому и не могла остановиться. Достигнув пика рыданий, я проговорила вслух на камеру все то, что так долго жило во мне. И через какое-то время я почувствовала облегчение, и что мне сказать больше нечего. Я переписала видео на ноутбук и решила его пересмотреть вечером. Теперь я глядела на себя со стороны, словно наблюдатель, и видела перед собой девушку, которой у меня было много сочувствия. Я понимала все, о чем она говорит, но во мне появилось что-то новое. И уже теперь я начала сострадать этой девушке на видео, но у меня уже было ощущение, что это не совсем я, вернее я в прошлом. Я снова расплакалась, но уже не так мощно. На следующий день я решила еще раз пересмотреть видео. И сначала все еще плакала. Но где-то раз через пять я обнаружила, что мне больше не хочется плакать. Моя душа словно омылась слезами и очистилась. Я выплакала все, что хотела, все, что во мне накопилось. Мне наконец-то стало хорошо. Я словно освободилась от тяжелого груза и отпустила свое прошлое и боль. Просто приняла. Да, это было со мной. Это моя история. И теперь у меня есть силы перевернуть эту страницу и идти дальше. Я была поражена эффектом этой своеобразной исповеди перед самой собой. Я жила, во мне проснулась новая энергия. Кроме того, у меня стали появляться идеи, как и куда мне двигаться дальше. Таким образом, я помогла сама себе и исцелила какую-то часть моей души и психики. Какое-то время я пользовалась этим методом, и он мне замечательно помогал. Я выговаривалась, смотрела на себя со стороны, освобождалась от негативных переживаний. И в итоге мне приходили новые решения. Потом я перестала это делать и забыла, потому что у меня уже появился свой психолог, и я делала то же самое уже на терапии. И вот совсем недавно я снова оказалась в ситуации, где захотела быстро прожить свои чувства, разобраться, что происходит. И мне было важно посмотреть на себя со стороны. И опять, мне это так открыло глаза. Я вспомнила, что я уже много лет назад, я так и делала. И это мне очень сильно помогло. Когда рассчитывать было не на кого, и других вариантов я не видела. Тогда ко мне даже приходила идея записать видео на эту тему. Но я её проигнорировала. И вот, наконец, я решила поделиться этим опытом и замечательной техникой самопомощи. Итак, что же делать, если вы прямо сейчас столкнулись с ситуацией, которую не с кем разделить? Вы не можете или не хотите её обсуждать ни с подругой, ни с близкими, ни с психологом. Вам страшно, больно и стыдно в этом признаться кому-то другому. Носить в себе вы это уже просто не можете. Я предлагаю попробовать вам технику самопомощи. Для себя я её называю видеотерапия, разговор с собой. Также эта техника подойдёт, если вам прямо сейчас нужно принять сложное решение. Вы перед выбором и не знаете, как поступить. Не видите вариантов. Ну а те, что видите, вам не подходят. Сама техника очень простая. Для этого надо найти время и место, где вас точно никто не побеспокоит. И желательно, чтобы в квартире или на природе никого рядом не было. Надо исключить, чтобы кто-либо вас мог услышать, увидеть, и вы себя не ограничивали. Берёте телефон, включаете режим съёмки селфи-видео и начинаете искренне и честно говорить всё, что у вас сейчас внутри. Если вы начали плакать, не надо этого стыдиться и подавлять. Дайте слезам и чувствам течь. Скажу более. Чем лучше поплачете, тем лучше будет эффект очищения и освобождения. Если слёз нет, всё равно продолжайте говорить. Позвольте себе быть такой, какая вы есть в этом состоянии. Когда почувствовали, что выговорились и всё сказали, можете пересмотреть видео через какое-то время и отследите свои чувства. Изменились ли они? Как вы чувствуете себя сейчас? Пересматривайте видео до тех пор, пока не почувствуете, что достаточно и больше в вас. Это не вызывает прежних эмоций и вы осознали что-то важное. Если ситуация очень сложная и эмоционально сильно заряженная, то повторный просмотр вызывает ещё больше слёз и поднимает более глубоко спрятанные чувства и эмоции. И вот важно себя не останавливать и продолжить этот процесс. Наблюдайте за тем, как меняется ваше состояние. Ловите инсайты, которые к вам пришли. Главная техника безопасности после проработки вопроса желательно, чтобы вы удалили видео, либо обеспечили, чтобы его никто никогда не увидел и случайно не наткнулся. Это только ваше личное. Что вы получите в результате этой практики? Проговаривая свою ситуацию голосом, с эмоциями, со слезами, направляя энергию своего внимания на себя, вы помогаете психике освободиться от разрушающих и подавленных чувств и эмоций. Запускается процесс самоисцеления психики, и вы почувствуете невероятное облегчение. Вы становитесь как будто наблюдателем, начинайте видеть себя со стороны. Как говорил Эйнштейн, проблема не решается на том уровне, на котором возникла. Невозможно решить проблему, когда находишься в ее эпицентре. Чтобы ее решить, надо подняться на ступеньку выше и стать в позицию наблюдателя. Через какое-то время ваша исцеленная психика сама предложит вам лучшее решение в вашей ситуации, и у вас появится новый взгляд на проблему. Вы начинаете видеть свою роль и игру, в которую играете, и выбирать, хотите ли вы играть в нее дальше. Также вы можете почувствовать, что через вас протекла исцеляющая река, и вы освободились. Заключительным этапом можно принять ванну с солью, зажечь свечи, добавить любимое ароматическое масло, расслабиться и дать себе время интегрировать все, что с вами произошло. Вы почувствуете расслабление, принятие себя и ситуации. Появятся силы и энергия жить и идти дальше. Если вы проведете эту технику и захотите поделиться этими результатами, то буду рада вашим комментариям под этим видео. Спасибо, что развиваетесь и ищите себя. Подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok